АПЛОДИСМЕНТЫ После боя ты выдал бурю эмоций. Не поделишься ими с нами? Давайте по существу. Я сказал, что думал. Если бы я себя не знал, то не поверил бы в свою победу. О боже мой, этот парень побил его три раза, а Десаня не сможет. Но я вас предупреждал о том, что я буду охотиться и иду за убийством. И я это сделал. Я хотел показать всем силу человеческого духа и разума, на что мы способны, несмотря ни на что. Я смотрел слишком много аниме, слишком много нарезок, где Рока Ли ломали. А этот пацан находил в себе силы, отвечал, преодолевал сложности. Нельзя сдаваться. Был ли момент в бою, когда ты на секунду засомневался и подумал, блин, этот чувак реально лучше меня? Для любого человека. Не чуждо такое ощущение, но я знаю себя. А если ты знаешь себя, то никто не может сказать, что ты чего-то не можешь. Так что я с этим справился. Многие не могут и позволяют негативному диалогу внутри себя давить их. Я же... Слишком многое прошел, чтобы позволить этой херне давить. Как только эта мелкая дрянь... ...пытается вылезти, я ее затыкаю и иду дальше. Я знаю, что ты хотел прессинговать его. Что думаешь о первом раунде? Он закончился быстро. Я даже удивился и подумал, что прошло три минуты, но да. С самого начала я охотился за ним, и ему это совсем не понравилось. Ты запланированно начал наращивать темп во втором раунде, потому что нам показалось, что это именно так. Я знал, что смогу загнать его каждый раз, когда я дрался с ним. Первый, второй, третий бои. Я всегда пробивал его в ранних раундах, но позволял ему отдышаться, и он возвращался в поздний. В этот раз я не позволил ему и решил прикончить. Я отправил его во тьму, чтобы он потом мог найти свет. Изи, на этой неделе... Ты как-то провел параллели между собой и Мухаммедом Али. Ты его очень уважаешь. Не круто ли, что у тебя сегодня был момент, как у Али у канатов? Хочу сказать, что у Перейры охренительные лоу-кики. Я даже подумал, опять? Реально? В первом раунде я подумал, что, опять? Я полностью был готов к тому, чтобы подловить его. Но он настолько ловко их маскирует, нужно научиться у него. И потом... Да, я немного изменил технику. Послушал угловых и свои инстинкты. Во время боя я представил, что если мне подвернется шанс, когда он подвернется... Форман и Мухаммед Али. Призрачный удар. Дать ему просто упасть... Не, нахер. Он бы точно меня добил. Так что добил умирающего, чтобы избавить его от мучений. И после момента у клетки я увидел, как он лежит плашмя, замерзший как Эльза. Когда Перейро вырубил меня в первый раз в Бразилии, его сын подошел и лег, типа, пародировал меня. Я подумал, вот же сраный пиздюк. Если батя не настучит тебе, то я сделаю это сам. Так что сегодня я увидел его сына, посмотрел, типа, эй, смотри на меня. Напомнил ему. Мы виделись за кулисами, все четко. Он великий чемпион, настоящий воин, исторически важный боец, он... Я злодей в его истории, и... Он зверь. Он такое прошел у себя на родине. Такие проблемы повидал. И то, что он добился такого, вырубал меня. Таким образом, это хорошая история для него. Но сегодня мое время, мой сюжет и моя история. Как правило, после счета 1-1 идет третий бой. Меня не зовут на стрелке, я их сам забиваю. Слушай, я проложил ему дорогу до пояса. Я мог бы отказаться, сказав, а с кем ты дрался, но нет. Он молодец. Подрался с середняками и побил сраного Стрикланда. Ну ладно, больше никого не было. И мне нужно было испытание от парня, который побил меня в кикбоксинге, потому что я хотел подраться с ним. Я получил незамедлительно реванш о свои былые заслуги. Я забрал пояс у Гастеллума. Защитил против Витакера, Ромера, Коста, Витори, опять Витакер, Канонир, Семера. На том поясе 7 сраных камней. Я проделал охренительную работу, и я заслуживал этого реванша. Так что ему придется попотеть, но мне кажется, он не станет, потому что он... ...перейдет в полутяжелую весовую. И удачи этим парням, потому что это тот еще Крендель. Я никогда не обижаюсь на вас, журналистов. С кем-то мы кореша, кого-то я не знаю, так что не обижайтесь на то, что я сказал. Пишите, что хотите. Если я налажал, будьте честны. А я всегда приму критику гордо, потому что... ...я сраный чемпион. На этом все, друзья. Выпуск переведен и озвучен командой Труджим. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова